приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа хочу сегодня с вами поделиться одной особенной темой которая очень актуален на сегодняшний день эта книга четвертого царства свое время девяносто пятому году бог громогласно в моем видении спросил меня читал четвертую книгу царств и это произошло трижды и мне было очень страшно во время этого голоса и потом я начал читать 4 книгу царств до этого я многократно читал эту книгу но не обращал внимание на эту книгу так как после этого вопроса бог спросил читал я я трижды ответил что я третью книгу царств и хотел сказать что я читал третью книгу царств если обратить внимание третья книга царств это книга падения потому что в третьей книге царств идет уже начало царствования соломона и до этого давид устроил мощное государство политическое и божие правление было в этом государстве это было сильное мощное государство среди всех окружающих государств и это был воинственный царь давид который смог по великой милости господа вот создать это государство основополагать кроме того третье царство это тот момент когда царь давид устроил и храмовое поклонение но не было храма это ясно но однако вот поклонение которое должно было быть в храме чертеж и программу которого дал бог самому давиду давид эти чертежи и все это передал вот это этому сию передал соломону если нам кажется что соломон все это сделал это мы ошибаемся потому что именно пророчески давид все это получил от господа и передал салом он так написано в писании что этих чертежи он передал соломону и все это богатство что он собрал для господа для построения храма соломонного и так он поставил всех этих певцов как должны петь как должны славить господа как должны поклоняться стежноприношения это был как бы маясье своего времени если через моисея бог научил человеком академическому поклонению не уже в приношении в пустыне и где бог построил устроил скинью собрание где он открывается у людям верующим которые стремились чтобы с господом общаться услышать его голос то здесь уже давид дал такое положение как должны быть вот перед господом сколько должно быть священников первосвященника как должны вот там действовать певцы что должны делать все это сделал давид по великой любви к господу по великой любви господу и когда вот перешел уже 4 книгу царств когда переход уже в руки на соломона царство перешло соломон сел на троне своего отца правление соломона было очень как бы сказать не духовным мы замечаем что этот человек допустил величайшую ошибку во первых мы должны понимать что во время его одного из советов пришли две блудницы они так свободно себя вели как будто в своем доме находились они пришли чтобы судиться у царя у царя израильского и судиться насчет своего плода который был рожден от блуда двое блудницы люди народы они знали вот эти верующие ну как можно назвать массой верующая масса они знали что они блудницы никто и языком своим не шевельнул никто ничего не сказал а соломон показал какой он мудрый ну какой он мудрый как он может решать дело блудницы закон гласит что их нужно было побивать камнями а он решил вот чей ребенок дал и все сказали какой мудр царь и он так себя хорошо чувствовал в какой нам мудрый и вот этот царь в государстве которым были такие блудницы свободно ходящие которые судились у самого царя за плод своего блуда должен был строить храм соломонов храм для господа как вы думаете основа этого храма правильно было положено да только не говорите мне что бог возлюбил соломона да он возлюбил он и тебя возлюбил он меня возлюбил он любит всех и что давид возлюблены господом так называется его имя что бог любит всех бог любит возлюбил это не обозначает что этот человек был тот который вот был нужен не был на своем месте и исполнял волю божию и так в четвертой книге царств он отошел от бога устроил вот этот храм он отошел от господа он имел приблизительно тысячи жон ну да 700 и 300 наложниц и этот человек в 11 главе главе книги значит третьего царства отступил от бога отступил от бога и вот с этого периода как бы начинается падение израиля падение израиля он начал поклоняться бесам и после него ровом и во время ровом а царство разделились на две части 10 и одно колено одно колено у ровом а дискали и ровом а вот мы понимаем что вот священники это уже отдельность над ними царствовал только бог в крайнем мере так было написано и вот приходит четвертое царство что мы выйдем в этом четвертом царстве мы видим падение царства израильского мы видим плен за пленом мы видим ужасное явление один копал под другим чтобы тот упал чтобы он сел на троне один убивал другого чтобы сесть на трон и управлять цену самому как они рвались к политической власти это что-то ужасное и сегодня в нашей жизни мы замечаем что политическая сторона жизни точно таким же образом двигается как бы вот эта духовная сфера перешла физическую сферу и сегодня вот эту параллель мы видим наша жизнь но давайте посмотрим духовную сферу мы замечаем что именно пророки появились тогда когда пришло четвертое царство когда пришло падение израильскому народу когда пришло падение государству израильскому появились пророки появились такие великие пророки как или я такие пророки как елисей появились такие пророки как есть сая к такие пророки как иеремия такие великие пророки которые даже в плену данил а языкель мы замечаем они были мощными могущественными и верными пророками которые пророчествовали чтобы дело господня не остановилась. И все это ради только одного, чтобы спасение Божие распространилось по всей земле. Что же в данный момент в нашей жизни происходит? В каком положении находится Церковь Бога Живого, Цена Крови Сына Божия Иисуса Христа? Когда Иоанн в книге Откровения, он получил Откровение, и вот ангел взял его и повел в пустыню, чтобы показать ему великую блудницу. Когда он увидел, написано, что он удивился. Он удивился. Понимаете, Христос удивлялся только одному неверию народа верующего. Неверию израильского народа. Он удивлялся их неверию. А здесь апостол Божий удивился, потому что он увидел то, что не должно было бы быть. Чему не должно было быть? Помните? Мерзость запустения. И если вы увидите мерзость запустения там, где оно не должно быть, то те, которые в Иудее добегут в горы, Иисус сказал. Где же мерзость запустения не должно было быть? Мерзость запустения должно было быть в церквах, в церкви Бога Живого, в земной церкви. И церковь, вместо того, чтобы быть тем, быть на чеку, быть зорким взглядом Бога Живого, быть тем, чтобы кто общался с церковью, тот должен был общаться с живым Богом. Церковь земная стала великой блудницей, убивающей святых, где появляются пророки. Пророки появляются и в наши дни. Они появляются, апостолы появляются и в наши дни. Но церква и общины обычно их уничтожают, убивают, гасят. Почему? Потому что вот людям, которые сидят на седалише Моисеева, они не хотят, чтобы эти люди действовали. Почему? Потому что их правление уничтожается. Потому что они не смогут уже править этими людьми. Потому что им выгодно править этими людьми, они питаются от них. Это люди, которые поклоняются своему чреву. Посему им невыгодно, чтобы Божий Дух, который двигает этих людей, Божий Дух повел их вперед. Я понимаю, что наказание Божие приходит к этим людям. Они получают то болезни, они то умирают, они получают разные уроны. Но я даже заметил одно, что в моем городе человек, который получил инсульт и не мог двигаться, чтобы эти люди, эти грешники, чтобы они могли устоять в этом, чтобы они показали, будто Бог с ними, они брали этого больного человека, ставили на сцене, давали микрофон в руки или держали, чтобы тот как будто говорил Слово Божие. Больной человек, который не может стоять, больной человек, у которого тело не подчиняется ему, и он должен был говорить Слово Божие. Это кошелничество против Бога. Сегодня тоже пророки появляются, и когда эти пророки начинают их обличать, они объявляют им войну, как они объявляли войну во время Четвертого Царства. Что же случилось, когда пророк Еремия говорит, что 23 года уже я пророчествую, и 23 года в моем слушании Бог с раннего утра своих пророков посылал к вам, вы не послушали. Поэтому и Бог допустил этот величайший удар, и Бог уничтожил весь Израиль и всю Иудею. В конечном итоге приблизительно 400 лет не было ни одного пророка, который мог бы сказать, что хочет Бог, куда ведет Бог, и была тьма. Это был мрак, духовный мрак. И вот пророк появился на земле. Его звали, и его зовут Иоанн Креститель. Этот пророк начал пророчествовать, и через приблизительно полгода его пророчествования появляется на сцене исторических событий Иисус Христос, чтобы не внести вот эту эстафету пророческую, это служение. Сегодня в нашей жизни есть очень много людей, которых Бог употребляет, которым Бог дал дары, дары быть пророками, быть апостолами, быть реально евангелистами, быть пастырями, реальными пастырями, быть учителями, но они не находятся на своем месте. Они не находятся на своем месте, во-первых, в том положении, что люди, которые находятся так называемо у власти, они не допускают этих людей к служению. Второе положение, эти же люди думают, что они не те, которые должны служить этим служением перед Господом. То есть, они дают самооценку, хотя и Бог знает, кому на каком служении ставить. Мы должны быть величайшим, осторожным человеком, чтобы во время этих действий не уничижать вот эти служения. Написано, кто примет праведника во имя праведника, тот получит награду праведника, а кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Я спрашиваю тебя, мой дорогой человек, а кто отвергнет пророка, истинного пророка, что он получит от Господа? Или кто отвергнет апостола, истинного апостола, которого послал Бог, что он получит от Господа? Сегодня, в наши дни. Это случается. И вот церковь должна отвечать. В 18 главе книги Откровение написано, что от Великого Вавилона Бог должен требовать всех убитых на земле, за всех святых и за всех пророков, которых убили на земле. Этот Великий Вавилон, это и есть земная церковь, отступница и преступница перед Господом, которая отвергла мужа своей молодости. Она отвергла Иисуса Христа и действует по собственному желанию, по собственным прихотям. Клаудийский период, где люди сами решают, сами судят и сами двигаются, как они хотят. Написано, Петр, Петр, когда ты был молод, то опоясывался сам, ходил, куда хотел, но когда состаришься, поднимаешь руки и другие опоешь от тебя и поведут, куда не хочешь. И сегодня церковь, как старец и как старица, должна поднимать свои руки, чтобы другие опоясывали ее и повели, куда она не хочет, церковь. И у меня церковь Иисуса Христа. Но когда церковь противится Богу, но когда община противится Богу и делает, что хочет, а не то, что хочет Дух Святой, когда церковь и община ставят определенные законы, где они губят души, а они эти души приводят ко Христу, чтобы они встречались со Христом, когда церковь и община делают все возможное, чтобы люди ценили церковь и общину, а не Иисуса Христа, это величайший грех. Это величайший грех, это проклятие за проклятием, которое люди принимают на себя и кто спасет их, кто спасет. Наша роль на земле заключается распространение Царства Божьего, но если мы не находимся в этом Царстве, но если это Царство в нас не царствует, то как может через нас распространиться это Царство? Мы говорим, да придет твое Царство, но когда Бог правит, то Божье правление, теократию, мы начинаем как бы угасить, чтобы не горело пламя Духа Святого. Мы говорим то, что от Бога невозможно, чтобы не исполнилось, но скажите мне, пожалуйста, а где же исполняется воля против Бога? Кто это делает? Если мы говорим, что на земле происходит только то, что Божья воля и против Божьей воли никто не может противостоять, когда мы читаем Плач Еремии, там написано, что матери кушали плоть своих детей. Я спрашиваю тебя, мой дорогой человек, что это воля Божия, чтобы мать кушала плоть своих детей? Конечно, нет. Итак, на земле происходит против воли Божий процесс, и не дай Бог, чтобы мы в этом участвовали. Да не будет это так. И даже во время Четвертого Царства да не будет этот Дух в нас и через нас, да будет Дух Божий на нас, чтобы мы двигались Духом Бога Живого. За все слава Христу! Пусть Бог благословит тебя, чтобы тебе было понятно это слово сказанное, чтобы Христос прославился в твоей жизни и через тебя по спасению других и многих душ. Аминь. Мир дому твоему. Аминь.